Поддержать то, что разрушается власти Ханты-Мансийска, намерены решить проблему домов, исключенных из программы капитального ремонта. В этом году эта ситуация коснулась собственников десятков домов. Капремонт в них невозможен, а переселение произойдет нескоро. Какие варианты решения проблемы рассматриваются в следующем материале. Пенсионерка Валентина Казанцева живет в доме, построенном больше 30 лет назад. На ее памяти капитального ремонта здесь не было ни разу. Как оказалось, теперь и не будет вовсе. Средства, которые накопились на счетах собственников за все время, региональный оператор решил вернуть обратно. Валентина Алексеевна получила 27 тысяч рублей. И письмо с предупреждением, что участвовать в федеральной программе их жилье не может. И у нас весь дом, он весь был против этого капитального ремонта, и все были за снос. В том подъезде, там вообще зайти. Там стены скоро до штукатурки все вывалятся. Доводы для решения об исключении деревянного дома из планов по модернизации существенные. Износ только несущих конструкций составляет более 70%. Впрочем, жильцы и сами об этом давно твердили. Вместо капитального ремонта собственников включили в другую программу – сноса ветхого и аварийного жилья. За что же мы деньги допустим? 890 рублей в месяц к содержанию подъезда и ремонта подъезда. В подобной ситуации оказались собственники квартир из разных районов города. Так жителей этого дома по улице Лермонтова пугает печальная перспектива. Практика показывает, что переселение и снос могут затянуться надолго. А в новом статусе проблемы разрушающегося жилья финансово полностью лягут на них. Однако власти города пообещали этот вопрос урегулировать. Сейчас рассматриваются различные механизмы, рассчитываются, рассматриваются различные механизмы, финансовые механизмы в том числе, которые бы позволили обеспечивать либо какой-то текущий ремонт в определенных объемах, так называемый поддерживающий ремонт, чтобы люди, повторяю, в этих домах могли до их сноса и ликвидации прожить в маломальски приемлемых условиях. В городе более 270 деревянных домов, которым необходим ремонт. В этом году починка ждет 27 таких строений. При таком темпе решение проблемы домов, исключенных с программы капремонта, может привести к печальным последствиям для жильцов. Чтобы не допустить этого, Ханты-Мансийск может стать пилотной площадкой в решении этого вопроса. Одно из предложений ввести новую строчку в квитанции – поддерживающий ремонт. Во сколько он обойдется собственником ветхих аварийных домов, пока неизвестно. Но если это предложение поддержит общественность и депутаты, то, возможно, часть расходов покроет и муниципальный бюджет.